Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 29 выпуск 4 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Санитар, Роман, Котнах, Колясик, IC3, Ацтек, Алекс Краб, Лирик, Груперт и Алекс. Жму руку, ребята, огромное вам спасибо, будьте здоровы! Сборка MP5 для меня удобна только в SD-версии, я её показывал несколько раз уже в выпусках. Обычно записываю с 9 утра до часу дня в этом промежутке. Нижний Ломов, привет! Привет, Жуковский! Привет, Якутск! Привет, Сургут! Всем приятного просмотра! Прапор подъезжает с просьбой устранить диких выстрелом в голову, 12 штук на развязке. Ну, тут пока нам ничего не горит особо. Выйти с локации за дикого, выжить, выйти на локации лес пару раз, скупщик просит. Выйти с локации развязка пару раз, просит барахольщик, это уже за ЧВК, но выход надо на КПП МЧС именно осуществить. И Егерь просит принести 3 пакета с саморезами и гайки. В общем, надо дальше барахольщика прокачивать. Я картотеку часть 1 зафейлил немножко в выполнении этого квеста, в идее крутился, вертелся вокруг этих ведомостей. Так в итоге их и не забрал, и на льва там смотрел пару раз, и так и не понял, что он там оказывается в текстурах. Я забыл, что он в текстуре там проваленный. Прогулочно, разминочно, развлекательно, познавательный. Рейдик в 16, подню, чтоб ночью мне не шариться там. Даже пофиг на то, сколько мне времени будет выделяться на рейд, я просто посмотрю ящики с инструментами, коттеджи, если там недалеко где-то буду, и на выход. Опа-чки. О, а чё это у меня курсор? What the fuck? Торков. 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 Хе, ну придётся с курсором, надо будет перезаходить, походу, в игру мне. Так, стопэ, а чё я, куда я пошёл-то? Мне куда надо выходить? Дикий мост, восточные скалы, старое депо, блокпост в СРФ. Блокпост в СРФ, тогда пойдём? Хотя там уже... Постреливали в той стороне, да? Восточные скалы, хотя можно было бы тоже двинуть. Чё я там, на ВСРФ найду, там всё обглодано будет. Всё плот с косцей будет снато. О, пацанчики. Чё-то такое. Мау. Ого. Сладости. Мешок отнимем у него. Вот это мы точно забираем, потому что сразу его в мешок. Ого, на выходе там стреляют. Балуются какие-то типы. Опа, подожди, ну-ка, ну-ка. Что за такое, ну-ка, на психологическое воздействие, на светозвуковой патрон звезда. Это хорошо. Чуть не заигнорировал. Вкусняшку вот это заберём. Тут тоже заберём. О, аптечка большая. Так, вообще, я пришёл сюда за другими предметами. А что-то бежать далековато. Нет особого желания. Высотри, мне можно по курсору будет с бедра даджбошить. Где по сумкам, где по тайникам можно было бы, в принципе, да, глянем? Нет, по-хорошему это надо смотреть ящики с инструментами. Как пить дать. Там добро. Или как минимум ящики снабжения эти большие, да? Так что давай, наверное, всё-таки на МЧС пойдём. Или как? Да у нас ящики с инструментами. Там есть ящики с инструментами? Что-то не припомню таких. А вообще мне нужны... Ой, подожди, вот это мы забираем же. Вообще мне нужны пару быстрых рейдов, да и всё. Чё я начал вот-вот опять? Всё, пойдём. В сторону ВСРФ. Глянем быстро ящики, которые снабжения там на МЧС. Будет-будет, нет-нет. Но выглядит... Снаружи вроде мырно, всё. Необитаемо вроде как. О, у него рюкзачок есть. Ой, наушники есть. Старядчик какой-то был. Да он ничего не успел полутать, получается. Долбосик. Или не в курсе, просто чё, куда тут лутается. Да нет, смотри, не тронутый сахар, чтоб пропустили. Добыть такого не может. Это хорошо. Выглядит перспективно. О. Да вот, смотрим, чё почём, кто на чём. Засрал мне штаны, сука. Настоящие Армани, блядь, реальные. Свои вроде. Не лута на МЧС для челобота. Это, конечно, кайф. Так, смотри, мы чё можем. Мы вот это можем выкинуть. Вот это можем выкинуть. Выделивайте, нам не надо. Ладно, пока хватит. А где он? А, вот он. Чё-то я скинул, он пошёл лутать, походу. О, аккумулятор. Но он нам уже не нужен. О, вот это вкусно. Опачки. А вот это вот то, что доктор прописал. Есть, гайка. Блин, да сколько ж тут всякого вкусного-то. И морфий есть. Ё-моё. Чё, в магазины выкидывали потихоньку, получается. И апатечка есть хорошая. Всё, башка болит? Бухать надо меньше. Так, 9,58. А пока идёт всё в нашу пользу. У нас выход недалеко на ВСРФ. Бам, салюла. А вот тут уже лутено. Ну, это то, что успел, походу, этот товарищ с пестиком, да? Лутонуть. Вообще, за этим, на коттеджи сходить разок и на место, где там радиолокация или что-то в этом духе. Разок буквально туда сходить, я готов поспорить, что там всё найдётся. Что необходимо. Так, вот это я смотрел. Смотрел. Ну и всё, хотя бы гайки вынесем. А за саморезами можно будет даже, кстати, на развязку куда-нибудь сходить. Тем более, что я туда за ЧВК собрался. Может быть, я даже за ЧВК вынесу эти предметы. Так-то. Оп, я пошёл на выход. Ёлки-моталки. Тут ничего не лутано. Ладно. Вот так. Слушай, Абдалбосик-то мне, по-моему, для миротворца нужен будет, да? По квесту эти самые. Там я же целый набор собираю. Образцы, точнее. Да, точный инъектор Абдалбос. Это квестовый предмет оказался. Нормально. Персонаж готов. Беру опять небольшой мешок, но вместительную довольно бронеразгрузку, чтобы в случае необходимости её мобфить и выбросить рюкзачок, и проникнуть, точнее, покинуть локацию через дыру в заборе. Пойдём за ЧВК. Теперь мы на развязку. В 7 утра пойду. Страховать будем, конечно, уже волыну. И всё на этом. Остальное всё, что нам нужно, страховано. Короче, я иду теперь на развязку за ведомости, которые в идее находятся. Посмотрим, где будет спаун, либо до того, как заберём ведомости, посмотрим эти ящики всякие с инструментами, чтобы найти 3 пачки саморезов. Ну, либо на обратном пути, когда заберём ведомости, где-нибудь на ТЭЦ можно будет ящики посмотреть, там частенько спаунятся. Саморезы. О, как. Меня даже практически прям перед идеей заспаунило. Идейный дисо получается. Значит, туда и двинем. Опа, чкинь. Пару тайников попутно. Заберём ведомости. Я даже долго не думая, сразу же пойду на этот. Всё, скосил. Товарищ нехороший. А чё ты в эту сторону-то бежал, я не понял. Заблудился, что ли? Непонятно. Ну, если бы прицелился, бы ушатал 100%. Ни фига у тебя. Арсеналищи. Арсеналищи. Чик. Нормально, нормально. Так, чё там? Юсек. А мне юсеки нужны, не нужны, я уже не помню, честно говоря. И вообще надо бы как-то патроны докинуть. Ух, там килла. Давай, докинемся, короче. Забираем ведомости. План не меняем. Но это хорошо, что я тут ЧВК встретил. Хотя бы потому, что у меня есть квест на убийство ЧВК до 10 утра. Там пятерых ЧВК надо будет с позоранку застрелить. Один магазин у меня, короче, этот, бронебойный. Ну, не бронебойный, а АПшки, короче, я зарядил. Вот весь барабанчик пришлось высадить. Ну, далековато для такой пушки, как у меня. В принципе... Нормально. Стреляли справа там два каких-то ствола. СВД и еще какая-то. Может, просто диких кошмарин, непонятно. Хотя можно было бы его мешок забрать, да, по идее. Лутом напихать. Я же все равно собирался ехать. Активные карты. То ли из-за того, что выходные дни, воскресенье. То ли еще непонятно. Джонни Бей. Уже второй раз эти очечи попадаются. Кто-то их мучается, ходит, бегает. Кучу времени ищет. Ну, вот опять, короче. Ну, ладно, мы не будем отвлекаться ночевыка. Хотя они нужны мне по квесту. Ну, они мне по квесту нужны. Для другого торговца. Мне бы сейчас... Мне бы сейчас барахольщика подкачать. Не в плане подвести, а в плане лояльности приподнять у него. Вот что меня сейчас интересует. Похоже, что не было никого. Конденсатор, блок питания. Тут пусто. Компунктеры не буду смотреть. Вот они, ведомости, которые мне... А, нет, не они. А вот они, ведомости. Чик подсветим вот так вот. Вот эти бумаги. Центральная часть кабинета. Все, и дальше мне нужны саморезы. Три пачки саморезов. Дело в жляпе. Что-то я не посмотрел. По-моему, их нельзя варить, да, в убежище? Не то, чтобы он у меня прям горел, этот квест. Но лишними очки опыта не буду. Ну да, когда я теперь понимаю, что он в текстурах застревает, этот лев, я тут никогда теперь больше льва не найду. А жаль. Значит, смотрим, короче, эти ящики с инструментами здесь и внизу. Мотец. Я еще смотрел, как пацаны так посмотрели быстренько и типа определили. А на БПшках черные вот это вот пули самой, да? Кончик пули черный, это, походу, признак БП-патрона. Вот. короче предлагаю тогда самых вот этих вот помещение для черный ящик все ящики с инструментами перешел будет дальше на выход чтобы понимание было машина есть или нет машина есть все хорошо понял ящик смотренный возможно тут даже кто-то тусуется а бейсбол у меня только анальгин а а а а а а вот тут друган мы бывал точно вот ништяк на слабый патрон перезарядил я один магаз пометил красной меткой чтобы понимать что там у меня а пышки заряжены остальные на ps тэшках решил попробовать так короче делать помечать один магазин и заряжать туда хороший патрон ну раз дикие уже тут заспаунились и гуляют за скорее всего чувака отсюда уже пить ушел быстро до долутая помещение куртки инструменты домой петрис имеем ух ты а это интересная интересный вариант дверь вот так открыть да и вдалеке где-то там лечь хотя тут 125 метров нет раньше 100 метров как когда делалось одно время надо было ее еще и на развязки делать такой юмор нужно учить нужно учить ребята ну какую какая 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 проходные общаги особо ничего не стоит грубо говоря присадку не наблюдаю один ящик он слева открыт почему короче как-то на понятно плутались что-то вроде смотрели отчета не смотрели ладно бог с ним поехали тайник скорее всего смотрели нет мы смотрели в попыхах короче так мельком пробежались и пошли дальше погнали домой ведомости я забрал эти саморезы это так попутно если сделаем сделаем нет так пофиг вообще это нам большой роли так сказать не играет нормально почти 14 минут занял рейд но зато мы сделали целый квест чуть-чуть даже лута на шкребли о квесте прикормка для лыжника я говорил когда вел речь об убийстве чего к вот они до 10 утра с 10 вечера до 10 утра необходимо пятерых чувак она стрелять на развязки продолжаем качать барахольщик и картотека часть 1 можем закрывать квест я вытащил третье ведомости из идеи картотека часть 2 подъезжает квест но здесь нужен будет ключ нам нужно найти документы с маршрутом груза оли на развязки мне нужен будет ключ от офиса логистики давай отправим нашего бойца невидимого фронта дикого который уже вручал меня не раз я знаю где спавн единственные только этого ключа это на перепрыжки на новую заправку на таможне так чисто на удачу прогуляемся на таможню посмотрим там саморезы посмотрим там же этот ключ если не найдем то это не проблема деньги есть жалеть на выполнение квестов денег точно не буду мы готовы покорять просторы да ладно а это стар пуля по я думал звезду мне один штук насыпали я уже хотел развернуться и как-нибудь через забор что ли куда-нибудь убежать у меня есть в поиск с между прочим у меня есть даже барни жилет третьего класса так что если чё я могу еще и навалять кому-нибудь армас армас охуенно сейчас свои вроде челобот тут диких я вообще ни разу не видел а нет по моему видел или не видел где она врал где видел или где не видел в одном из случаях все-таки она врал получается что там у нас мне надо на заводскую территорию и идти но есть еще тут по пути кое-какие курточки может быть каких-то курточек курточках рандомно на этот ключик самый нас исполнится все фиг его знает как она удача это работает да в таркове сами ведь кто играет в курсе стопудово жук веса быстрый так вот надо видеокарту и как и ф о Нормально Джифон еще Сто лет его не видел Нифига себе, в картотеках спавнится Надо запомнить Но шанс, наверное, настолько ничтожный Что сколько я картотек уже пролутал Я первый раз только нашел, по-моему, Джифон Нормально Нормально Хантер Это на платформе, что ли, или в стороне моста Идея КАС А он, случайно, не перебежку Через воду, а, смотрит А что это ты там делаешь Ладно, нам все равно надо На заводскую территорию Ага Чувака в натуре, прикинь А че его Ты че там, бля, вопей, шупырь Вали хуй, что-то Чувака Все, обратело Я его наказал Ну, эй, это не он Хантер где? Не понял А вот он, Хантер Все нормально Хух Напугал, блин Интересный подход у него Ого, пояс Пояс Вискос Вискос Одиннадцать третьих Вот и хорош Так вот, сделаем Хантер, у него тоже какой-то Это самое, сломанный, да? Хотя А, да тут 10 патронов Туда-сюда Ну, либо тогда вот так вот сделаем Иду сюда Пока так, побегаем Вроде наших не убил Все забыл Все забыл Справедливость Восторжествовала И восстали Большие Против Людей Человек Да, по-моему Ну, один дикий, по-моему А там за углом, по-моему, человек Видел, нет? Блин, они у меня сейчас Хантер увидят Подумают, что это я там Кого-то колбашил Хотя, пофиг Так Мне надо на заводскую до сих пор А, тоже кашляет, смотри Вполне возможно Вон, кровотечение у него хорошее Вполне возможно, что тот товарищ Стрельнул По этим По ВСРФ Или что там было Да и, в принципе Пофиг, что там было Посмотрю в короткий ключ И надо уже целиться в сторону Заходя О, нормально О, Гленбад Люблю я Ворота на старой дороге Понял Склад номер 4 Понял А, как раз на складе 4 мы и выйдем Это там, где Рычаг Гермозатвора Включается Там же Эта машина стоит Такая тема Тут Свои вроде Трутся Так что Усё Нормалёк Блин, а там я Смогу перейти, нет Там вообще По идее Есть перепрыжка Через забор Но у меня тут уже 27 килограмм И всё такое Так что я, наверное Через старую заправку Обойду Всё это добро Чтобы там Большого крюка Не давать Хотя С другой стороны Чё это Чё вы Чё вы Чё вы кайли Дикий А? Чё-то я так и не понял Кто это Свои Приойдёт Чё-то так Серьёзно А можно было Наверху там Посмотреть Или на базе Решало Эти саморезы Да? Хрен с этими Саморезами Я так думаю Хотя бы 11.47 Ну там Мне просто Фить и выйти А тут Саморезы Вожу Посмотрю Давай посмотрим Саморезы Кому тут Нужны Эти саморезы Я думаю Даже если Они были И тут всё Залутали Их вряд ли Кто-то заберёт Эти саморезы Ну как изолента И прочее Лежит Только с саморезами Возможно Ч В К А Они тут В открытых Сто пудово Искать что-то Без шансов Ну что у нас Медицина Аж Да? Да Наверху Есть ещё Ящики Интересные Снабжения Блин Там ещё Есть тоже Где медблок Сходить Что-ли А? Так А тут А вот он Сходить Так-то Недалеко Чё я через стройку Пошёл Там же Нету Нифига Его сразу Через Блок И идти Да? Одним Глазком Гляну Там просто Есть большой Ящик Снабжения Там вполне Возможно Будут Саморезы Там ещё Тайник Там Могут Быть Кое-какие Там Ящик С Инструментами Блин Вот эти Двери Открытые Меня Смущают Еда Еда Попиталим Тайник 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 вот они 10000 вот они 17 как разбогатеть на таможне да смотри я пока еще эти саморезы убогие я тут столько всякого по нахожу тут у нас спящий тут у нас спящий тоже пустой получается вот как деньги появляются и чек вроде бы на руки упали туда-сюда и нету их в косы да ну чё это за возник что мне вообще лута никакого не осталось куда у нас столько помещается что это чувак это я бы они одеваются все в этих интересно до скольки сан скупчик работает ну и чё и вышел о чем скину полутал по ходу стояла вода и вышел нечаянно не-не-не-не мне выходить не надо еще я еще молодой ах вот она вот она нам значит подходишь забираешь отходишь сбрасываешь да не-не-не-не вот так давай шустрее блин деса а то уже 4 минуты если в другом в другой стороне выход то это вообще больше звезда ну тогда под стеночками что ли там пробежимся посмотрим это наш выход или не наш выход товарищ лежит наш брусти и печали челобота уже выходят по ходу со всех сторон начинают салютовать уже когда и мы тоже мы идёмся в сторону выхода ну судя по тому как все вскрыто все выгребли все очевидно популярные места лутаны я думаю что смотреть эту машину даже смысла нет так сухое горючее заберем это и Да капец какой-то. Всё вскрыто. О, багажник закрыт, пацаны. Да, это четвёртый ангар. Значит, здесь у меня выход. Всё нормально. И тут ключ, смотри. Нету ключа. Не буду выходить тогда. Да ладно, шучу, погнали. Сейчас я тут быстро посмотрю квартирку одну ещё. Да блин, тоже смотрено. И тут всё залутали. Вот хапуги, а. Ничего мне негодяя не оставили. Главному негодяю местному. Ладно, господа, пойдём на выход. И так долго уже тут тёрлись. Жалко, конечно, что ключик не нашли. Ключ от офиса службы логистики Оли за 130 кусков. Мне пришлось, короче, прикупить. Я чё-то заигрался и пошёл не в тему вообще диким на таможню. Зачем я туда пошёл? Мне же надо было выходить на лесу вообще-то. Забыл. Берём с собой бабосики и берём с собой ключ от офиса логистики Оли. Всё остальное остаётся безызменным, да? А, таблетки я хотел взять, да и мои таблеточки. Либо профешка. Есть пару штук, пойдёт. Нам надо сейчас продиктнуть на развязке в магазин Оли. В офис, точнее, логистики конкретно нам нужно попасть Оли. Поэтому туда пойдём в первую очередь. Мешок снова беру небольшой. В случае необходимости, чтобы можно было пить в дыру в заборе. Если вдруг чего... Во, опять в идею. Полсыба, полсыба. А по времени? А, время. Мы же усейки. Теперь время это не то. Не посмотришь время просто так. Ё-моё, мне надо будет педалить вообще в другой конец торгового центра. Это раз. Тут энергетика-то два. Как-нибудь мне хотелось бы, честно говоря, ПВП это дело всё обойти. С одной стороны. Что, кого-то устал? Зачем ты устал? Попробуем обойти всё-таки эту вознюк всё в центре торгового центра. В центре центра. Центровского. Не вижу никого. Пойдём. Попробую через весь подвал. По-моему, есть тут возможность такая пройти через весь подвал. Сразу же до Олли. Там в офис логистики. И через задний двор Олли. Попробую на МЧС просто выйти туда. Ага. Залетели уже в центр ЧВК. ЧВК. Серебро. Оно недорогое. Я серебро обычно игнорирую. А вот золото я... Заберу, пожалуй. Пау. Заберём. Не знаю, что это за добро. Но выглядит перспективно. Дочкой. Заберём. 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 Куртку ещё гляну На компах задерживаться не буду Опять гайки Полные карманы гаек А чё я поторопился Надо было по верху Спокойно, да? Размеренно Не, я наверх не пойду, нафиг Через верх, мне кажется, ещё опаснее будет Слева от меня есть шаги По эскалатору Надо же было меня так заспавнить Что мне надо бежать Теперь в абсолютно другой конец Торгового центра Хочется понять, кто там На эскалаторах Пощупаем 35 патронов Большой магазин БПшками зарядим его И пойду с шлемом На ночном винни На ночную развязочку Попробуем сходить Если вдруг ЧВК встретим И не умрём от первого попадания От попадания в голову То, может быть, кого-то и подстроили Основной расчёт, конечно, на то Чтобы был поспокойнее какой-нибудь рейд Иначе такими способами Я пока удачный спаун какой-нибудь Не поймаю И я не сделаю этот квест Идём на развязку Смотрим офис логистики Олли И идём домой Так Так Ну вот это уже Уже поинтереснее получается Пойдём тогда сразу Прямиком мы уволили Так Кто у меня на скайске Это и И фонарик есть уже Включили, короче, парни Вот эти В рычаг В рубильник Конкуренты Точняк Начнушка Так, честно говоря Одно название Вот Думал, попроще Какое-то потише будет ночью Кого там То же самое почти Буримся в офис логистики Врос Вот они, ведомости Не ведомости эти Путёвки Или как их фамилия А может и ведомости Всё Мавр сделал своё дело Мавр может уходить По идее Спешить, пожалуй, не буду Бежать, нестись Если кто будет То они на строме ходят Это я хожу Как это Как у себя дома Вечно Здесь на этой локации По-другому, наверное, играется Да Скоро Всего А вообще Ночные рейды Это хорошо Для больших локаций Где бегать По тайникам По луту Да даже На той же таможне Хотя там тоже Движняк Но она зато Компактная Локация Там Полутаться Вообще С кайфом Ух Аж глаза Отдыхают От этого Ночника А, нет Подожди Почему у меня Выход-то У меня как раз В стороне МЧС Выход Я не прав Был Все Тогда мы На выход На МЧС Пойдем Что тут Позырим Что есть Соберем Тяжеленный Это То ли Волына У меня Тяжеленная Не такая уж Тяжелая О, понятно 16 килограмм Этот багари Весит 16 килограмм Ну, давай По полкам Тут Поглядим Чтоб хотя бы Опытно гулять А, хотя Там будут же Дикие парочку Я думаю, да На выходе Да, даже Если один Будет Спокойно Его Если получится Забрать Без шума И пыли Опыта В аккурат Хватит Ну, давай Хотя бы Топливо Какое-нибудь Что ли Пару Канистр Все Не покупать Потом На На Генер Или я Построил Уже Генератор Не помню Он По-моему То ли Это Подо мной Кто-то Шуршит То ли Прям За Стенкой Тут Возможно Подо мной Так Ладно Глядим Тогда Эти Товары Товары Чтоб не пустым Выходить С локации Денежку Подколымить Все Опа Открыто Значит Тот Который Подбежал Я подумал Что-ли Это Дикий Это Был Не Дикий Это Скорее Всего Чего К С С С С С С С С Аккуратно Ну Дикие Имеются Получается Ладно Давай Тогда Вырем Да И Все Мозг Чтоб Не трогать Где-то там Подо мной А у нас Здесь Два Тайника Имеются Будем Смотреть Да Позырим Черт Хочу Хочу Все-таки Успеть Еще За Дикого Прогуляться В лес Чтобы Выйти Там Ну да Ну да Ну да Ну да Светло Капец Ну да Ну да Ну да Ну да ладно не буду задерживаться на локации можно было даже ночнушку-то и не брать с собой откровенно говоря да можно тут и выкинуть нафиг пока башку мне не прострелили все равно потом по страховке вернется сегодня то я уже точно не пойду в ночь в ночь надо будет на завод сходить потом вот там не это ночнушка может пригодиться хотя честно вам скажу я бы предпочел ночнушке лучше какую-нибудь волыну с фонариком о малтынище как бы намекает да чтоб на завод пошел забрала точнее его но сам алтын дорогой 90 кусков у меня же есть еще один там бронежилет огроменный который мне надо выбитый а выбить я его не знаю как либо выйти его на какую-нибудь вот такую локацию типа развязки или в лес какой-нибудь выйти найти дикого что там стрелял по мне как я в принципе это обычно и делаю так-то на заводе там если чего-то не унесут то там челоботы разберут 6 секунд а я тебя вижу попал не попал ладно пойдем давай пробежки уже по-любому не будет зато квест закроем целый квест с целыми поле документами получается 12 минут но я не спеша потихонечку шел через весь торговый центр да я его в грудах вообще убил этом все по арбузу по его стрелял по броня коса а второго я все-таки зацепил попал полет не спеша спокойно зашел забрал документы и вышел на мчс так барахольщик артатека часть 2 можем закрывать документы мы вынесли с локации шить не тужи часть 1 выдает он мне квест поэтому квесту мне нужна лыжная шапка с прорезями для глаз то есть она у меня уже есть и пилигрим не надо будет пилигрим освободить так как он у меня там забит если его сейчас да возможно это барахло все у меня сдастся вместе с ним все туда его шить не тужить квест мы тоже закрываем вот это пошла возьмя благодарность квест выдает поэтому квесту мне нужно балаклаву призрак арафатку зеленую рэй бенч хипстер резерв и очки с округлой оправой заложить на локации лес маршрутка квест тоже довольно простенький мне нужно всего три микроавтобуса пометить на локации развязка и выйти с локации шить не тужи часть 2 здесь тоже надо передавать предметы оба у меня уже готовы есть выбитая однако жиль а подожди лет не она все разобрался короче там одна выбитая у меня вот это вот где лька 8 и теперь новая получается более 50 процентов тоже выбитая по факту значит у меня еще остается хорошая джек целая кровь войны часть 2 мне нужно передать топливные присадки а я как раз две штуки только нашел еще надо две присадки шить не тужи часть 3 здесь нам нужно вот как раз про этот квест не только что и говорил забрала ша вот этот бронежилет болью целый у меня есть выбитый я днем с огнем не сыщу секрет успеха квест это с нахождением книг в торговом центре мне нужно две части из них найти и вынести с локации блин у меня дейли квест оказывается был еще тиких выстрелом в голову на развязке убить 12 человек у прапора лояльность бы подкачалась плюс опыт какой-никакой появился осталось один раз из леса выйти за дикого на любом абсолютно выходе и я не выполнил еще найти и передать то есть гайки у меня попадались сегодня больше чаще чем пакеты саморезов вот такой парадокс железный аргумент игры за дикого теперь у меня такое что мне нужно в топливные присадки в лесу я их частенько кстати находилась в топливные присадки в ящиках особенно тех обеспечением как я уже говорил ну и по тайникам но не гонять же мне чего-ка в поисках призрачной топливной присадки будем за дикого искать разумеется блокпост снайперов умертвется лодка изба блокпост в срф чё делать а не сказал бы я что у меня удачный спаун прям хорошему конечно новые срф идти бы найду ли я там вообще чё или отсюда по тайникам пойти а присадки же можно будет еще в деревне наверное поискать я там не припомню ни одного места где эти присадки могли бы появляться думай-думай где могут быть присадки прикидывай сумках могут быть в тайниках да надо по тайникам идти пацаны пойдем тогда по тайникам как подвисло то неплохо серебра нашел в общем план таков идем до елки-палки а чё у меня у меня там даже близко нет вдоль этой дороги короче никаких ты не надо на мчс добавить и да там топ стопудово нашли ладно тогда такой план раз у меня выход на доме диких я тогда знаешь что я буду делать я тогда здесь все это дело буду осматривать 20 минут мне вполне достаточно чтобы до дома диких все тут перевернуть вверх дном каждую сумку будем смотреть каждый тайничок какой знаем попробуем короче найти если хотя бы не топливную присадку то хотя бы саморезы какие-нибудь пачки 3 думаю это не проблема найти где-то тут дикий лежал спящий вот мешок маленький много лута я не унесу будет большая дилемма передо мной стоять дачу выносить чё куда кого зачем там у меня никаких точек спавна не осталось сумку я посмотрел и ящик большой он там продовольственный стоит он нам не интересен нам хавчика сейчас не нужен а где ты а вот он давай 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 опачки пассивить и даже можно вот так вот так вот пошли смотреть под антенной надеяться все нормально будет полезно это точно найдем уже ворону нашли плохо разве так я туда пойду так что я за этот тайник гляну сначала получается не все тайники мы обойдем если я все прям тайники буду обходить то это свои свои халав это танчок был тут мешок ой хорош спасибо приятно по моему я там тоже спортивную сумку где-то видел или это у меня флэшбэк сейчас это другой локации с другого рейда ну шуган и какой-то он не один видимо чувак они нашли вон она чё пацаны 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 все за место не переживаем получается давайте саморезы что вы сами себя не найдете получается по-любому тут нашего кореша размотала опачки есть противогаз мы снимал этот фильтр выкрути значит там тайник не буду смотреть посмотрю тех снабжения тут есть деревянный ящик в колонне прапора это раз есть аналогичный ящик а уже шукают блин шустрые как детская неожиданность не целься в меня не брат куме получается ну и ладно мы тогда цукер заберем офтальмоскоп заберем ну вот где-то привалило где-то отняли получается ну дай мне эрсас сделай мой день чё за хрень непонятности какие то так там о похабать я сам не свой цунды 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 к тут кажется меткой о прям передо мной присадка топливная пацаны молоко вот она вот она красивая большая счастливая я даже слев я сейчас сделаю с ней Шо пацану для счастья надо? Аутомат да присадку топливную Есть присадочка П-90, они что-то стоят, не стоят, блин, не знаю Ничего не знаю, получается Так, тут у нас тоже имеется парочка спящих Один из них доберемся, а вот до второго я не полезу Потому что он там уже на минах лежит Давай присадку Чайник Нормально, пацаны, живем Здорово Так, надо тут посокращать у меня уже запасики-то Пацан-то не резиновый А пацан-то наоборот резиновый Все вместится Долгий такой поезд, да? Покручивает прям Да нафиг мне ваша медицина Пока Когда нужна будет эта медицина Ее черта с два найдешь, да? Волк Еще разгрузка крутая Ё-моё А мне ее некуда засунуть Ну ладно, мы тогда избавимся, получается От этой дикого Как-то так Буду туда грузить сразу же то, что я однозначно уже буду выносить с локации Чтобы туда даже не заглядывать мне Ну так вот Вот тут присадку Сейчас найду Как найду, найду Бам Фильтр Вперед Че у нас? На че еще остается время? В принципе, времени еще нормательно Так, можно будет в машине, наверное, спуститься Где картотеки эти Да? Эй, че за хрень? Полезная Два шесть Одер Сами будем использовать Там у нас будет картотеки А че по времени? Давай глянем Десять минут Нет, все, я пошел в сторону выхода У меня два Блин, всего два тайника, серьезно? Саморезы че? Саморезы Как же мы саморезы найдем? Или лучше давай, наверное, у меня еще на спящем, по-моему, там выход есть, да? Да, у мертвеца, отлично Я тогда посмотрю один тайник под лэп Пойду на КПП Через два зеленых ящика под валуном На КПП, потом на временку, там пару тайничков, там палаточка, ничего такого Спящий там еще есть Пойдет Фонарик мы можем присобачить Туды Че, у нас тут саморезы бывают в картотеках? Шесть сорок девять, капец, время тает Вроде казалось целых десять минут А ну, вон оно еще Едва и хватит это все дело осмотреть Начнушка Пойдет Так, тут че у нас, а саморезы? Там можно и спить О, мое, че ты орешь? Хе-хе-хе Неадекват Чуть инфаркт не хватил Г-г-г-э изи Это че за звучки у нас были? Прилеты или... А, это, наверное, под гридой выстрелы Я же... Да, я без наушников У меня же звуки все По-другому сейчас работают Дикий Отстань Что за юмор вот это вот Пошел по тайникам, по-моему Конкуренция бешеная, пацаны Кто успел, тот и съел Опачки Так, вот это вот можно выкинуть, я думаю Как там? Это че за хрень? Хуяй, ты гадя! Блин, он все раздербанит сейчас Негодяй, гад А, тут уже лутано Тут уже лутано, парни Пошел спящего смотреть Ну, давай, давай А я пойду тайник заберу Вот так вот, пацаны Дикие шуршат по всей локации Трудяги, работяги Выручают ЧВКшников этих ЧВКшники просто Как транжиры какие-то Да я сейчас оденусь Пойду размотаю всю карту Там, с лутом выйду Одевается и Бам! Голова, глаза Да я сейчас с гранатой Посмотрю, че там ЧВК или дикий Сода Пошли домой Ты че тут Уставший лежишь Так-то можно было бы На МЧС прогуляться, да? Это ксена А там у нас че? Ничего Так живем, брат Ну, мне ли, жаловаться На такой рейд Оделся, обулся Только броню не нашел, наверное Волыну какую-нибудь достойную Да, в итоге я нашел целую Присадку И гору лута притаранил Выжили-вышли с локации Лес за дикого Два раза Все отлично С этим дейликом разобрались Я хочу сделать дейликвесты В первую очередь Это оперативные Если получится Может быть еще и на устранение сделаем И все это приправляется Еще и тем Что у каждого За выполнение дейликвеста Там Несколько десятков тысяч рублей Падает Ну, плюс Ко-какой хламчик Там на продажу В итоге Копейка, как говорится Рубль бережет За выполненные все эти дейликвесты Я смогу неплохо так По опыту и по лояльности Подкрутить Вот такой прикол Темно будет Очень даже Это что за хрень Хотите прикол? По-моему тут кило сидит Что-то мне так кажется Блин, хоть бери этот багари Скидывай нафиг Поехали нафиг Скидывай нафиг Продолжение следует... Очень интересно. Ладно, сделаем вид, что ничего не происходило, ничего не было. Ух ты! Может скинуть нафиг этот багарий? О, можно скинуть. Нафиг громоздкая фигня. О, сразу как полегчало. Конечно, понятно, там пятый класс, всё такое. Ну что, тут фонариком, очевидно, не посвятишь шибко. Не пойму, то ли... Шорохи. Вот почему-то ночью как-то стрёмно играется. Постоянно кажется, что какие-то шорохи. А если за аксиому взять то, что в Старкове не кажется никогда? Вообще стрёмно становится. Нет никого. Давай смотреть тогда ящики с инструментами, полки. Я думаю, что здесь найти... Два пакета с саморезами, это... Вполне себе выполнимая задача. Писачки, всякая. Тверки. Гага. Гаек, реально гаек больше находишь, чем саморезов. Понятно, что их выгоднее таскать. Но мне нужны саморезы. Гага. Прикольно. есть одна головешка это надо на машине на 3 еще смотреть ящики с инструментами там же возможно мы и диких себе найдем кстати говоря кусаки что это тень от деревьев играет хорошо да приятный лутецкий ничего не скажу очень даже ничего не так его много но какой есть он неплохо это тут я по дереву слышал по моему сумки глянем ящик а посмотрим если я там на эти не найду ничего самореза как раз по моему работает до кп мчс а на тэце уже отправили выход вон а ну-ка или отправили или сами уехали что-то по что шурика сделал что-то 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 Не видно, не слышно. Нужно никого надеться. Раз тут включили и уехали. А, включали? Нет. По факту-то я не знаю, включали или нет, да? Да, включали. А, нормально. Да, тут лутано все, парни. Делать-то тут по факту нечего. Нет, не все лутано. Не все еще потеряно. Да ну, Тарков, ты че, серьезно? Дай мне пару пачек саморезов, и я пошел отсюда. Вот ты капец. Из-за пары пачек саморезов теперь тут возня. Я даже не знаю, делать ли дальше его или нет, это дейлик. Или пойти дальше по дейлику этих самых диких пострелять, просто попробовать. Вот, отошел я просто от своей идеи того, что делать дейлики я буду просто попутно. Надо все-таки их попутно делать, эти дейлики. По крайней мере, пока. Пока у меня уровень невысокий персонажа. Если прям какого-то вау дейлика нет, типа, для егеря, да, 13 диких с горностая настрелять. За это он две видеокарты выдает. Саморезы. Газан, саморез. Гайки. А кругом гайки. Это мы смотрели, это мы смотрели, вот это мы не смотрели. Ладно, пошли хотя бы диких туда постреляем. Меня не устраивает такой рейд. Ладно бы я саморезы хотя бы нашел. Хрен с ним с этим дейликом на МЧС выходящем. О, ну получается я один фиг дейлик буду делать, идти сейчас диких стреляю. Тогда смысла не особо-то и много. Во всей этой возне. Выходит, что. Значит, пойдем на МЧС спокойно. Получится, выйдем, загрузимся днем. Возьму с собой маяки. Подню с маяками. Хотя вот фонарик взял, можно было бы еще внутри пошариться, да. Что, внутри же тоже есть эти с саморезами. Ящики с инструментами. Нахрен, пойдем дальше. Воюем дальше, пацаны. Все нормально, планы опять поменялись. Чувствую, будет выпуск. Необычно долгим. Необычайно долгим. Да и вообще, честно говоря, я хочу сейчас переходить уже на выпуск через два дня. Каждый третий день выпуск делать. Но делать их поболее на час двадцать, на полтора. Что-нибудь в этом духе. Так вот, по-моему, пофиг будет проще. И мне, и вам. Что там, пацаны? Непонятно. Вроде никого, говорит. Все, профукал свое счастье. Льва не забрал, когда он был. Теперь он больше никогда тут не заспавнится. Тетрис. Проводочки. Ну, как бы, есть лут. Походить. Собрать его. Это нормально. Но, диких почему-то. Скудновато. Чувака где-то сидят по углам, походу. Так, а что я обхожу, не смотрю-то эти ящики всякие. Вот ящик целый. Наконец-то. Пачка саморезов появилась. Ура, товарищи! Ура! Есть пачка саморезов. Ну, если еще одну найду, пойду домой. Сто процентов. Блин, можно ли их наверху где-то поискать? Или внизу поискать? А, у меня, подожди, у меня же еще книги квест есть. Моя очки-то не взял, а книги-то можно забрать, попробовать вынести с локации? Давай. За книгами-то допадем. Пойдет. МЧС ключ я не взял. Я молодец. Блин, и правда, тут есть у нас же еще эти самые тоже ящики с инструментами и прочие точки спауна. Лута. Саморезы где могут появиться. Десятая общага. Нормально. А, USB. Провода. Реле. Чистоган. О, адреналин лежит. Это мы спьем. Покушать. Ой, у меня икра есть такая. Можно будет заточить. Хорошо. Ну. вот он книгоед магазин где мне эти самые нужны будут первая часть афоризм и юмор книга часть 2 секрет успеха квест через низ наверное не пойдем пойдем наверх там у меня будут хорошие шансы диких пострелять между прочим сверху там да и на втором этаже они могут усоваться тоже запросто раз не получается по обычным квестом деликом точнее не совсем обычно опа он дикий ходит и 2 дикий не попал ну ладно зато мы знаем что они там спокойно ходит значит их никто не беспокоит очевидно да или попрятались наверное можно найти что-нибудь тут аптека у нас есть в аптеке то очевидно мы не найдем давай лидекс слушая мне даже нравится вот так мне кажется это гораздо атмосферного так как вот такая вот вот такое лазине по локации как по мне так это атмосферный бегать рубиться там где-то что-то илья такой непутевый куда что ушел брать тела вернись вернись все простим так тут у нас еще должны быть где-то ящики с инструментами на втором а вот он один ну прям отборный лут конечно не ценности какие-то там очень даже ничего все таки я считаю вот я сейчас отвлекусь куда-нибудь во фланге этот выйдет до вы пялюсь пялюсь в прицелы пропустил все нафиг то есть ли не я я даже не представляю насколько мне будет досадно сейчас откиснуть если вдруг где-то кто-то сидит крысит это будет катастрофа дня отмечаю это будет катастрофа просто опа по горе по горе по горе по горе окей попал не попал непонятно ой ну хоть дикие блин зашли спавнились уже веселей попал получается как-нибудь мне надо это самое это самое туда-сюда это можно выкинуть по идее опа все большой фриз был о это дикие подъехали ночи лоботы я имею ввиду нет никого сто процентов хорош прям в прицел прицел зашел прям так вот она вторая книга хорошо скажи мне тарков девять из двенадцати за лобо вот петух чего блять гнида попал попал двоих еще осталось я предлагаю тогда их на выходе там найти я забрал книги которые мне нужны были блин а еще я могу здесь же присадку найти по идее ну быстро прям гляну газоанализатор есть присадки нет челоботы забежали вниз не лута на прикинь а ну так челоботы же не добежали еще до сюда все ровно я просто челоботам привык что все выгребли уже нет присадки пацаны челоботы забежали вниз через парадку это разбили стекло судя по всему так иду на выход в сторону мчс и раз тут дикие челоботы заспавнились то сто процентов там и обычные дикие подспавнились мне нужно двоих диких еще убить в голову если мне удастся это сделать и выйти с локации через мчс то я сверх плана сегодня все сделаю и квесты для мира для барахольщика еще дейлики а один одну пачку саморезов я так и не нашел вот это вот грустно откровенно говоря все находим на не то все но не то ага есть клиент а у внизу вообще нифига у него фонарик светит хорошо или он сюда а нету внизу не 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 уходи а 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 ли что я передумал идти домой конечно нет конечно нет целый квест забрал с книгами неясно кто там стоит в этой темноте силуэт просто такой выцеливает тебя и он тоже судя по всему собирался на выход не понял я кто это был чего к или дикий очевидно что там было не разглядеть но обошлось все таки получилось у меня сделать устранение сегодня с убийством диких в голову на локации развязка для прапора 12 человек можем закрывать забирать награды еще один дейлик это два выхода на кпп мчс тоже на локации развязка тоже забираем опыт передаем одну присадку которую мы нашли бам все осталось 1 нормалек и квест секрет успеха обе книги хорошо что я вспомнил вообще про них обе книги вынесли с локации закрываем секрет успеха квест завершаем дает квест борода не нужно да я так и думал тут надо было достичь третьего уровня лояльности с терапевтом он у нас уже достигнут давно поэтому этот квест автоматом тоже закрываем таким образом за сегодня мне удалось не только достигнуть 32 уровня персонажа но и еще и лояльности вкачать у барахольщика достаточно для того чтобы третий уровень открылся отношений с ним вы знаете что я все комментарии абсолютно читаю и получилось так что спустя день по моему я увидел какой-то комментарий который набрал там несколько десятков лайков 40 или 50 штук суть комментария в том что человек просил показывать профит который я приношу допустим вот из этого барахла который она собирал сколько это по деньгам выйдет из этого лута который я принес я оставляю бронеразгруз себе и вектор 919 оставляю все остальное давай продадим и посмотрим что из этого выйдет 3 миллиона 127 тысяч у нас все торговля морговля закончилась 3 миллиона 647 тысяч у меня получилось разница выходит примерно 520 тысяч вот такой интересный рейд в разведцентре в убежище у нас сварилась железяка которую я заказывал это вертекс да это вертекс нам надо будет варить дальше на этом не останавливаемся это для квеста лэнд-лиз часть 2 на сегодня у меня все надеюсь выпуск вам понравился сегодня долгий получится выпуска всех благодарю за просмотр за пальцы вверх за поддержку и за добрые отзывы всем приятной игры отличного настроения увидимся услышимся в следующих выпусках до свидания